Итак, друзья, сейчас вашему вниманию будет предложен урок старшего возраста. Это детки 10-12 лет на тему «Кто ты в школе? Белая ворона или черная овца?». Итак, для начала, что мы с вами будем говорить о наших отношениях в школе, в классе, с учителями, любят нас, не любят, как к нам относятся, и немножко проанализируем за этот урок, почему так к нам относятся люди. Для начала я раздала подросткам листочки, сейчас вам их покажут на экране. Значит, такая у нас табличка. Что я предлагаю вам сделать? Первое задание внимательно слушайте. Значит, есть список параметров, вы их видите слева. Имеет крутой телефон, знает новинки фильмов, музыки и так дальше. Если в вашем классе таких людей любят, то я прошу цифры на первом будильничке обвести в кружок. Например, значит, у нас в классе любят тех, кто хорошо учится. Значит, цифру 4 я обвожу в кружок. Сейчас как раз друзья у нас этим занимаются. Что? Да, наверное. Что там? Балованные? Да, там, где наш класс. Ну, вы пример обведите, чтобы нам долго вас не ждать. Два-три, например. Следующее задание. Что будут делать детям? Значит, мы с вами берем красный карандаш. И каким образом работаем с первым будильником? Значит, у нас... Кристиночка, можно твой? Немножко отличается. Вот то, что я раздала детям, от того, что на экране. Видите, что здесь разделены на сектора будильнички. И поэтому нам легче будет закрашивать. Значит, мы закрашиваем красным карандашом те обведенные цифры, которые не подобают для христианина. То есть христианин не может так себя вести, либо так, ну, это иметь, либо, ну, таким быть. Например, вот у меня был обведен... Например, цифра 9 была обведена, да? Инициатор злых дел. То есть у нас в классе любят тех, кто любит напакостить. Но я считаю, что христианин так делать не должен ни в коем случае. Это значит, что циферку 9 или сектор 9 я должна закрасить красным цветом. Это то, что у нас сейчас делают ребята. Красиночка, можно опять же твой? Вот смотрите примерно, как должно у них получиться. Теперь мы с вами берем зеленый карандашик и раскрашиваем зеленым те обведенные цифры, как христианин может себя вести, должен, что у него может быть. То есть это для него неплохо, если он так себя ведет или делает. Сейчас посмотрим, что у них получилось. Красиво, да, пример. Ну, красиво, красиво. Вот смотрите, значит, у детей должно получиться примерно что-то так. То есть какие-то циферки у них вообще не закрашены, какие-то закрашены красным, какие-то закрашены зеленым. Теперь мы переходим к следующему будильичку. Что, ребята, у нас там написано? Написано «я». Вы должны обвести в кружочек те цифры, которые подходят лично вам. То есть, например, если я хорошо учусь, то я должна какую циферку закрасить? Обвести. Четыре. Хорошо. Если я могу постоять за себя, какую циферку я должна обвести? 11. То есть вы ничего не раскрашиваете красным-зеленым, но просто обводите циферки второго будильничка. Так. Теперь сопоставьте, пожалуйста, два будильничка. Первый и второй. Сколько цифр у вас совпало обведенных? То есть цифра обведена и на первом, и на втором. Женя, у тебя сколько? Не совпало. То есть Женю в классе не любят вообще. У Насти сколько совпало? Две. У Кристины? Она не все. Стролина, у вас сколько? Две. Стролину тоже, видимо, не очень жалуют. А Оле? Одна. А какого цвета та цифра, которая у вас совпала? Стролина. Зеленого. А Оле? Тоже зеленого. А, у Жени не совпало. А у Коли? Да, я не успел, но у меня не совпало. Хорошо. Ну, на уроке, понятно, если вы будете проводить, то время побольше детям. Давайте. Настя, у тебя? Две зеленого цвета. Хорошо. Ну, на самом деле, у каждого класс разный. Разная школа. Я вот, например, в свое время училась в разных школах и в двух разных классах. И в одном у нас в классе всего, получается, курило два человека. И успеваемость была практически, ну, сто процентов. То есть у нас без троек учился почти целый класс. А в другую школу я перешла. Я была единственным человеком, кто в классе не курил. И на 4-5 у нас училось два человека из всего класса. То есть понятно, что коллектив разный, атмосфера разная. И в одном классе тебя могут любить, а в другом совсем не любить. А хотя ты при этом остаешься одним и тем же человеком. То есть многое зависит от коллектива. Но что же зависит от нас с вами, мы посмотрим сейчас. Сначала хочется рассказать вам одно свидетельство одного пастора, который сейчас уже у Господа. Он рассказывает о том, как он был в школе. Значит, получилось так, что они переехали из одного места в другое. И прежде чем он успел распаковать свои чемоданы в другом городе, ему сказали, что в этой школе, где он будет ходить, есть один мальчик, которого зовут Чак. И у него была такая характеристика, что он очень не любил детей священников, служителей. И они сказали, что как только твоя нога переступит порог школы, этот мальчик обязательно тебя изобьет. Он говорит на мне, ну настолько я был костлявый и худенький, что я настолько боялся этих кулаков, он бы меня просто уложил. А он был в полторы головы выше вот этого вот служителя. И папа выучил со мной место одно, Захария 4.10. Там написано «не воинством, не силою, но духом моим», говорит Господь. И вот он, получается, маленький мальчик, выучил этот стих и понял, что когда придет момент с ним встретиться, он был этим вооружен. И говорит, как только был первый день, мама с папой выкрыли денег на то, чтобы купить мне школьную форму. И я знал, что у них не было денег, и если бы я в драке порвал форму, то мне можно было бы домой не приходить просто. Идет навстречу мне этот Чак. «Я начал про себя повторять этот стих «не силу, не воинством, но духом моим». «Не силу, не воинством, но духом моим». Подходит этот мальчик и говорит, «Ты сын священника». Я молчу про себя повторяю стих «не силу, не воинством, но духом моим». Он говорит, просто у него налились глаза кровью, он ходил вокруг меня кругами, ходил, 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 ходил. Я все время при этом повторял стих «не силу, не воинством, но духом моим». В итоге этот мальчик толкнул его, но толкнул не сильно. Он понял, что тот драться не собирается. Толкнул его не сильно, но на следующий день в школе всем рассказал, что он очень упрямый, и драться он с ним больше никогда не будет. И в классе все ребята подумали, что он его просто где-то там поборол. Говорит, я не стал отказываться от такого страхового полюса, и не говорил, что на самом деле драки-то никакой и не было. Как вы думаете, есть ли в Библии какая-то история, которая на эту немножко хотя бы похожа? Что одного человека провоцировали, а он не хотел вступать в конфликт, и потом Господь его избавил. Ну, друзья, давайте мы откроем с вами Библию. 2 Параллипоменон, 32 глава, с 1 по 21 стих. В этом моменте мы детям даем время для того, чтобы они про себя прочитали. Ну, а так как у нас здесь сидят все взрослые, члены церкви, то они только просмотрят историю. Вспомнили о чем? Кто там главный герой? Языкия. Хорошо. Значит, мы попросим вас сейчас рассказать нам эту историю, прочитав с экрана ее, и вставить пропущенные слова. Видно вам не очень? Вообще не видно. Давайте что-нибудь с доской сделаем. Или вынесем ее как-нибудь. Кому видно? Есть кому видно? Оля, читай. До конца. Он засорился в Достовине, он любит Бога, не отступал от Него, соблюдая все запрессы. Кристин, видишь? Читай. Настя, читай. Не видишь? Не видишь? Требуя... 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 Ну надо ставить посмыслов. Ну требуя, чтобы он, значит, служил ему... Требуя здорового. Да. И присылал в Языке письмо, в котором высокомерно усмеивал выполнение детства царя, назвал Бога и требовал безоговорочного подчинения ему. Требуя... Ну, ты все кому видно? Требуя... 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 В Языке получил письмо, пошел в храм, там наоборот письмо перед Господом, и там молиться Бог в Телеводии, сидящий на земле, у той один был с царой земли, без договорения по идее. Требуя... Требуя... Все кому видно? Мирена, Оля... Ну давай. Проклонил Бог, что не было. Мы как бы, не восприцов Василия Серима, который послал, поносить Бога живого в правду. Он был, сказали, что вещество дарили народы и земли, и побросали Богов к их Богу. Но... Ну это не Бог, а из дерева человеческая, из дерева и кайм, потому... Ну, давайте, брат Роман, вам точно видно. Ну да, можно я все лицо было сказать. Хорошо, друзья, мы вспомнили с вами историю про Езекию. Скажите мне, пожалуйста, за что Езекия подвергся нападкам, оскорблением Синахерима и его военачальника Рапсака? Как вы поняли? Оль, ты как поняла? Ну вот они там, Рапсак пришел и кричал под стенами. Ты такой, заставляешь всех верить в Бога. За что? За то, что он на Бога надеялся. Хорошо. А теперь я вам расскажу немного другую историю. И вы мне скажете, за что там человек пострадал. Значит, представьте себе такую ситуацию. Ваш класс ведет уже несколько лет очень хорошая учительница по математике. Она приносит каждый раз много дополнительного материала, очень интересно проводит уроки, всегда проверяет домашние задания вовремя. И ни у кого в классе нет тройки по математике, потому что все очень сильно любят этот предмет, хорошо занимаются, и всем очень нравится ходить к ней на уроки. Но тут получилось так, что эта учительница заболела, и пришла молоденькая, вчерашняя выпускница вуза. А у нее была такая политика, что нужно все учить наизусть. И вот в учебнике написаны примеры, где объясняется материал. Она просит вас учить наизусть, просит учить правила. Никто в классе не привык к этому. И так как она начала очень сильно спрашивать, контрольные каждый урок проводить, проверочные, люди стали получать тройки, тройки, двойки. Никто не привык изубрить. Все учились просто так вот, на ура. Как чувствовали, как понимали. Как вы думаете, продолжение истории этой какой, скорее всего, будет? Ну, со стороны детей. К директору нам пишут отказ от учителя или общее послание. Еще какое? Успеваемость упадет. Как вы думаете, дети с охотой будут ходить к этому учителю на уроки? Не будут ходить. Может ли такое быть, что ей придумают какие-то клички? Может быть, да? Может ли быть такое, что ей будут делать какие-то пакости в классе? Тоже может быть. Хорошо. А как вы думаете, есть ли в Библии какая-то история, которая тоже на эту похожа? Я вам даже подскажу, это тоже царь. Не будем вас мучить. Давайте послушаем эту историю. Нет, это иудейский царь. Нет. Включили? Двенадцатый. Глава двенадцатая. И пошел Раваам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иераваам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона. И возвратился Иераваам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда и Раваам, и все собрание израильтян пришли и говорили Равааму и сказали. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им, «Пойдите и через три дня опять приедите ко мне». И пошел народ. Царь Раваам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы мне отвечать сему народу?» Они говорили ему и сказали, «Если ты на сей день будешь слугою народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они посоветовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. И сказал им, «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал, «Облегчи иго, которое наложил на нас отец твой». И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал, отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им, мой мизинец толще чресл отца моего». «Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше, отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И Раваам и весь народ пришли к Равааму на третий день, как приказал царь, сказав, придите ко мне на третий день. И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше, отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». «И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию, силамлянина и Яровааму, сыну Наватов». И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал, «Какая нам часть в Давиде! Нет нам доли в сыне Иесеевом, по шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид!» Вспомнили, да, эту историю? Скажите, пожалуйста, вот Раваама за что народ не взлюбил? Жень. Увеличил? Ну, это не наказание было. Увеличил? Ну, можно сказать, налоги, да, или какие-то подати там и так дальше. Хорошо, а как вы думаете, вот если у нас получается Раваам, Раваама не любили, языки не очень сильно любили, разница есть в чем-то? Этих двух царей. Оль, ты как думаешь? Да. Ну, а теперь я внимательно хочу проверить, насколько внимательно вы слушали. Я сейчас буду говорить вам какое-то слово, которое встречалось у нас в записи, объяснять его, как в толковом словаре. А вы мне должны будете сказать, что это за слово. Хорошо? Женя, первый вопрос тебе. Возвести на царство, облечь царским саном. Одним словом. Воцарить, правильно. Кристина. Гнет завоевателей над побежденными. Юля. Иго, правильно. Находиться перед кем-то или перед чем-то? Старлина. Перед кем-то или перед чем-то? Предстоять. Предстоять, правильно. Дальше вопрос Олим. Относиться к кому-нибудь, чему-нибудь с презрением, без уважения, высокомерно? Пренебрегать. Юля, молодец. Дальше. Настя вопрос. Поясница или бедра? Черезло. Хорошо. Последний вопрос. Давай, Коля. Длинная плеть, кнут из мелкосвитых ремней или веревок? Бич. Хорошо. Эти слова вы сейчас видите на экране. Я попрошу вас, используя эти слова, кратко пересказать историю. Старлина, давайте вы. Кратко очень. Ну, чтобы эти слова встречались. Про Раваама. Поцарился Раваам вместо Соломона. Да, да, да. Не, 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 вы всю. Конечно. Пришел к нему народ и просил уменьшить игорь, возложенное отцом его. Старцы, не привозят. А, да, он им сказал, что через три дня, представьте, когда я дам вам конкурсию. Он пренебрег советом старцев, которые были советчиками у него отцов, и послушал совета молодых. И сказал народу, когда народ встал при него, он сказал, что мой не денец, то что человек воца моего, и отец наказывал ваше встречание, а я буду с этим. Хорошо, сестра Лена очень хорошо получилась. Слава Богу. Ну, мы с вами уже разобрали, да, за что страдал первый царь, за что страдал второй царь. Соответственно, первый царь страдал за то, что он был верующим, можно так сказать, да, за то, что он любил Господа, за то, что он не хотел прогибаться под влиянием ассирийского царя. А второй царь страдал за свое поведение и, можно сказать, за свой язык длинный, да. Здесь у нас нарисован какой-то интересный зверек, точнее, птица. Кто это? Белая ворона. Кто знает, почему белые вороны рождаются в природе? Да. Значит, белая ворона встречается очень редко, так как ее цвет обусловлен редкой мутацией альбинизмом. Они более уязвимы для хищников, понятно почему, да. И есть такое крылатое выражение «белая ворона». Что оно значит? Не такой, как все, но обычно его говорят с какой окраской? Не такой хороший или не такой плохой? Не такой хороший. В смысле, не такой, как все, он хороший. По-разному можно понимать. Если человек, например… Ну, понятно, да. Ну, вообще, если вникать в язык и в этимологию этого понятия «белая ворона», то обычно говорят, что она ассоциируется с неким чувством избранности, беззащитности и уязвимости. То есть это человек, который умственно или морально выше, чем все остальные, и поэтому его вот и бедного тюкают, можно так сказать, да. В то же самое время есть еще один термин, который называется по-английски «black sheep», то есть черная овца. В русском языке у нас немножко другое выражение, обычно говорят «паршивая овца». Что касается черных овец, то есть черные овцы очень редко рождались раньше, но рождаются они, как обычно, от белых родителей, у которых есть рецессивный ген черноты. Где-то там в прошлом кто-то у них был черный, и вот это выплыло, и черная овечка родилась. Эту шерсть, получаемую от черных овец, практически невозможно было в старину перекрасить никак. И поэтому они не ценили с точки зрения именно торговой. То есть такую шерсть никто не хотел покупать, никто не мог ее продать. И так как люди не понимали, почему у белых овец рождается черный ребенок, то часто связывали это еще и с работой дьявола. Но на самом деле тут все генетикой объясняется. Но появление черных овец всегда в стадии было нежелательным, крайне нежелательным. Поэтому вот именно термин черная овца, или как у нас говорят, паршивая овца, оно связано как раз именно с тем, что все хорошие, а он плохой, так скажем. И если мы сейчас с вами перенесем вот эти два термина на школу, на школьную жизнь, то в школе у нас тоже могут быть, могут быть белые вороны, а могут быть черные овцы. То есть могут быть те, которые христиане, ну на самом деле по своей природе, по натуре, их не любят, тюкают из-за того, что они на самом деле любят Христа, а есть те, которые страдают за свой длинный язык и за свое поведение. Давайте посмотрим, как у нас это в школе происходит. Значит, у нас вот тут есть табличка. Всем было видно. Так, вам видно тем, кто там сидит? Жень, не видно. Может быть вот так? Так видно? А в зале? Видно. Ну я уже не знаю, как ее тогда поставить. Значит, у нас тут есть сверху белая ворона и черная овечка. И сравнивать мы их будем по шести категориям. Первая категория — это успеваемость. Дальше язык. Ну здесь как бы не совсем понятно, но я имела в виду именно язык. Дальше одежда, внешний вид, отношения в классе с одноклассниками, имущество и отношения с учителями. Значит, сейчас у вас, друзья, есть листочки, на которых написаны какие-то параметры. Я попрошу вас по одному сюда подходить и приклеивать то, что у вас написано, читать вслух. Настя, давай с тебя. Это язык кого? Белый ворон или черные овцы? Черные овцы. Видно, что написано? Сплетни, ругань, зависть. Хорошо. Кристин. Не знает ответа на простые вопросы. Давай сюда. Ну здесь, пока Кристина идет, расскажу вам пример, который мне в свое время рассказала моя учительница воскресной школы. Вот то, что касаемо этого пункта. Значит, она училась в институте, и в ее группе была девушка, которая была чья-то дочь. То есть ее в эту группу отправили, потому что она была чья-то, так скажем. Она училась очень плохо, и как бы ей ставили три просто за то, чтобы она числилась в группе. И вот наступил момент экзамена, нужно было что-то решать у доски. Она ничего не смогла сделать. Я даже не знаю, какой это был предмет, но суть в том, что проходило это все в аудитории, где стоял большой трактор. И этот трактор не имел никакого отношения к тому предмету, который шел, но как бы он стоял. И учитель, желая посмеяться над этой девушкой, ну так как она ничего не знала, говорит, ну ты хотя бы подойди вот к трактору и покажи, где у него переднее колесо. Ну просто смеха ради. Она, значит, долго, ну весь класс засмеялся, вся группа, понятно почему. Она не могла понять, почему все смеются. Она подумала, что, наверное, здесь подвох какой-то, и хотят ее разыграть. Она мялась-мялась, подходит к заднему колесу и показывает, говорит, вот. Ну, соответственно, все засмеялись еще громче, потому что ее просили показать переднее колесо. Она даже этого не знала. Ну, соответственно, над девушкой вот к ней приклеилась кличка, которая ходила всю ее студенческую жизнь вместе с ней. И все ее всячески поддевали с этим трактором, с этим колесом. Ну и понятно почему, да, не из-за того, что она была какая-то особенная, а просто потому что не старалась. Хорошо, Даша. Разве? Давайте Даше поможем. К знаниям, говорят, к учебе, конечно. Все правильно, Даша, клей. Все понимают, что имеется здесь в виду? Человек, который учится очень хорошо, в то время как остальные учатся плохо. Мирен, у тебя что? Иди сюда. Куда? Да, сюда клей. Уважение без заискивания. Так, хорошо. Кто там? Настя? Стролена? Кто следующий? Ну и там даже подписано, что за грязные дела имеются в виду. Курение, дискотеки, обман, воровство. Юля, Оля. Да, с одноклассниками. Так, Жень. Представление своих владений и хвастливость. У кого еще остались? Настя? А, нет. Кромный, аккуратный. У кого-то последнее. Портят из зависти. Что могут портить из зависти? Ну и на последнее тоже приведу примеры собственной жизни. Вот тот класс, о котором я вначале рассказывала, где я была единственным человеком, который не курил. Я пришла когда в этот класс. И так получилось, что мы переехали из города в сельскую местность. Ну и, соответственно, были какие-то вещи, которые по городским меркам, ну были совсем даже непрезентабельные, но по деревенским меркам я была там чуть ли не самая первая красавица, так скажем. Ну и, соответственно, далеко не всем это понравилось. И однажды, когда я… в начале сентября это было. Ну, опять же, у нас в семье не было сильно хорошо с деньгами. Но в начале сентября однажды я вошла в класс и увидела, что моя сумка была вся измазана известкой. То есть они, не знаю, откуда они достали известку, видимо, с потолка, но сумка была вся перемазана этой известкой внутри, снаружи, везде. Таким образом, что ее практически нельзя было отмыть. То есть из каких соображений люди сделали это, ну, никто не знает. Но, тем не менее, вещь пришлось выбросить. Смотрите, друзья, значит, у нас есть здесь характеристики, почему мы в классе можем страдать, да, или почему нас в классе могут не любить. Если вы посмотрите на себя и на некоторые пункты из своего поведения, почему вас не любят, то легко по этой таблице вы можете определить, вы страдаете за свой язык, вы страдаете за свое поведение нескромное, либо вы страдаете за то, что вы верующий человек. Как вы думаете, что делать, если мы все же страдаем за свое поведение? Как с этим бороться или что делать? Стралина. Ну, я вот нашла, например, по этой таблице, да, что, ну, к примеру, меня все считают очень гордой, и никто со мной не хочет общаться. И я считаю, что они все вообще недостойны меня. Что теперь мне делать? Как исправить ситуацию? Ну, то есть конкретно шагов никаких нет. Ну, к примеру, если я горда, я понимаю, что я горда. Ну, стремиться, например, помогать людям, да, когда тебя просят там, помоги решить или помоги еще что-то делать, да. Понятно, что это сложно, надо же как-то справляться. Если бы он был в числе белой вороны, и он уже понимал бы, что он гордый, ему надо все эти обстоятельства складываться к тому, чтобы ему... Для него... Тогда это не гордый, но еще всего черный отца, это как бы не из разряда, наверное, вот из деток верующих. Ну, покаяться. К чему, друзья, я хочу направить ваш взгляд? О том, что я не думаю, что есть такие люди, особенно среди детей, да, которых в школе все 100% любят. Скорее всего, бывает, что над кем-то подшучивают, что-то портят или еще что-то делают, чтобы каждый мог честно вникнуть в себя. Почему вас не любят, да? Либо потому, что вы всем демонстрируете свой телефон и стараетесь показать, какой он не такой, как у всех, да? Либо потому, что они говорят, ну-ка там, давай посмеемся, или я тебе анекдот расскажу, а ты в это время уходишь просто из класса. Это две разные вещи. И чтобы каждый на самом деле честно вник в себя. Что можно сделать с детьми на уроке? Мы сейчас этого делать не будем. Такую таблицу можно сделать с детьми, вот эти маленькие карточки раздать каждому, чтобы была, например, у каждого таблица А4, и могли карточки эти вклеить. А потом попросите детей, чтобы здесь они то же самое сделали, то, что мы делали в заинтересовке, чтобы они заштриховали, например, или как-то выделили то, что касается их. То есть, например, я могу быть ботаником, да, то есть учиться на 4 и 5, но в то же самое время, когда мне рассказывают сплетни, я бывает, что в этом участвую, да? Ну и так дальше. То есть посмотреть по каждой категории, над чем надо работать, и что ты можешь еще исправить. Хорошо, давайте мы посмотрим с вами на золотой стих. Где переключатель? Значит, здесь зашифрован золотой стих, который говорит нам о нашем поведении в школе. Столена знает стих, давайте громко. Что-то. Что-то. Хорошо. Давайте еще раз вести, кто-нибудь повторит. Брат Олег, давайте вы. Сначала до конца. Сколько бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или сына, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую. Ну, вот, собственно, стих, который не помешает нам всем знать. Ну, все, спасибо. 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 Спасибо.